Салем Казахстан. Сегодня мы в Киеве беседуем с первым заместителем процедуры угольной промышленности Мамченко Валерием Николаевичем. Хотелось бы по угольной промышленности чуть-чуть более подробно поговорить. Цифры, чем больше, тем лучше. Нам нужно понять две вещи. Первая, с одной стороны, сравнить Украину и Казахстан с ситуацией в угольной промышленности. Поэтому хотелось бы от вас по угольной промышленности Украины получить по возможности по максимуму. С другой стороны, хотелось бы понять проблемы самой угольной промышленности, потому что будут хорошие цифры. И в этом плане, я думаю, и Шахтеры, и Акселор Миттер в Казахстане, работодатели, те, которые противостоят профсоюзу, в этом отношении они получат информацию, которую можно будет в дальнейшем обсуждать в Казахстане. Шахтеры нас будут смотреть и так далее. Так как у нас была шахтерская забастовка, она закончилась вот ночью, в этом плане, а сейчас в общественности Казахстана нас будоражено, и эта тема обсуждаема. Поэтому условия труда, зарплата, вообще условия работы шахтеров, это сейчас тема номер один в Казахстане. Ну и в Украине, наверное, не все так безоблачное, как, наверное, может показаться. Как вообще ситуация у вас там? Проблем очень много, однозначно. Первое, начнем с того, что идет война, вы знаете. И фактически две трети их угольных предприятий остались в зоне неконтролируемой Украины. А ДНР, ДНР, да? ДНР, да, это две трети их. Значит, одна треть это на территории Украины. Это первая проблема, конечно, очень серьезная. Вторая проблема это то, что все угли добывающие, все шахты добывающие андроцитовые угли остались на той территории. На территории Украины добываются угли марки Г, значит, а все угли андроцитов добываются на той территории. А у нас половина станций тепловых работает на андроцитовских марках, на углях андроцитов. А можно сказать, сколько шахт вообще по Украине до войны было? И сколько осталось на... Ну, где-то на тот период где-то было 250 шахт. Это закрывающиеся. Где-то порядка 150 было действующих. Сейчас на территории Украины, на территории подконтрольной Украины находятся 33 государственных шахт и 16 частных. Поэтому у нас тоже это проблема. Частные шахты и государственные. Ну, частые угля, скорее всего, поступают оттуда все равно. Я слышал, что с ДНР и ЛНР уголь все равно приходит на переработку, на обогатительные факторы. Ну, дело в том, что андроцита не хватает же на станциях. Нет, мы же ее просто не добываем. Мы возим андроциты с Южной Африки, вот сейчас в последнее время и Соединенных Штатов Америки, и, конечно, с России часть угля идет. Какой это уголь, где он добывается, это уже второй вопрос. Ну, в данной ситуации мы никак не влияем сегодня на ситуацию социально-экономическую, на тех шахтах, которые остались в той зоне. Получается, примерно 100 шахт находятся под ДНР и ЛНР, да? Ну, да, где-то, значит, вот просто, если у нас было 300 тысяч шахтеров, членов нашего профсоюза до войны, то сегодня 90. Вот, цифры. Да, вот цифры, это чисто реально. Средняя численность работников шахт на одной шахте сколько примерно у вас там? Ну, в среднем у нас, смотря какая шахта, конечно, разные показатели. Если эта шахта небольшая, то это где-то около полутора тысяч. Крупная шахта это 2-3 тысячи. Где-то так. Вот, была такая информация, что вот частные работодатели, в частности, акселометр, используют технологию длинной лавы. Используют ее для увеличения производительности труда и так далее. То есть, большое поле внутри, комбайнов много и так далее. И деказация не успевает производиться, не успевает, и оборудование не закупается и так далее. И поэтому, была такая, большой период длины, лет 8, наверное, высокой аварийности в связи с этим. Были взрывы, большие жертвы и так далее. Вообще, в принципе, статистика показывает по Украине, причина аварийности, причина взрывов в чем? Вот в том, что работодатель старается экономить на каких-то вещах? Вы знаете, я бы так не сказал. Вот, если взять, допустим, частные шахты, они просто сделали простой расчет, что выгоднее, заниматься охраной труда или не заниматься. Вот, по всем показателям, если берется несколько лет, делаются расчеты, выгоднее заниматься охраной труда с точки зрения бизнеса. То есть, они меньше теряют, если занимаются охраной труда, серьезно. Потому что нужно платить компенсию от труда. Да, там же и громадные затраты. И не только ликвидация аварии, но еще и выплаты, конечно. Это очень большие деньги. Они просто посчитали, и им стало просто выгоднее заниматься охраной труда. Ну и, соответственно, государство может, скажем так, законодательство таким образом поставить, чтобы техника безопасности была бы выгодна. Так, именно так. Вот у нас проблема с охраной труда в основном на государственных шахтах. А на частных шахтах, допустим, сегодня вопросы спецодежды, вопросы спасателей, вопросы светильника вообще не стоят. Там нет этих проблем. А дегазация у этой проблемы? Тоже, ну, допустим, она есть в какой-то степени, но и занимается. Там, по крайней мере, есть мероприятия, специально выделяются деньги под это. То есть, занимаются лучше даже, чем в государственных? Конечно. Для нас проблема сегодня – это охрана труда на государственных шахтах. Дело в том, что, вы понимаете, вот в советское время у нас главная проблема была в чем? Шахтеры на шахтах работали, прекрасно понимая, значит, что они получат господдержку однозначно от государства. И поэтому вот это дать господдержку, не дать господдержку – это называлось способ давления на сегодняшний день. Он и продолжается. И вот если на частной шахте там они уже довели объемы производства, себестоимость такая, что, значит, там они финансово сбалансированы, эти шахты, практически все частные шахты, мы это понимаем. Там другая проблема – интенсивность труда. Мы считаем, что недостаточно люди зарплату получают, потому что очень высокая интенсивность, напряжение – это очень серьезная проблема на этих шахтах. На государственных там другая проблема – там меньше интенсивность, меньше объема добычи, меньше нагрузка, в том числе… Меньше КПД производительности труда. Конечно, да. Но там вот эта господдержка, которую… Манипуляция, да, не дам. Да, да, дам, не дам. Мы говорим, да дайте хотя бы нам один-два года подряд нормальную господдержку, мы выйдем на такие объемы, на эти шахты, что мы не будем просить с протянутой рукой. Но нам постоянно идет недофинансирование. Что такое финансовая несбалансированность? Финансовая несбалансированность – это в результате постоянный вопрос. Куда деньги? На охрану труда или на заработную плату? На развитие, пустите, либо оборудование какое-то купить? То есть, это проблемы очень серьезные. И вот сегодня мы ведем переговоры с Кабинетом Министров о программе развития угольной промышленности до 2000 года с целью выхода на безубыточность. При условии, при условии, если нам дадут эти нормально два года, для того, чтобы мы платили людям зарплату достойную, и не было проблем. Невозможно сделать реформу никакую, если люди не получают нормальную зарплату. Понимаете? Чтобы вы там не говорили, что в будущем, когда-то будет все хорошо, а вот сегодня потерпите. Такого не бывает. Шахтеры такой труд, они должны получать достойную нормальную зарплату. Поэтому это, конечно, проблема. И у нас каждый год борьба за бюджет. А по зарплатам частные государственные шахты, там как ситуация? На частных, конечно, шахтах выше зарплаты. Но все равно отцвет от той рентабельности, от того объема производительности? Мы считаем, что она недостаточна. По уровню жизни в Украине, вот, допустим, средняя зарплата на частных шахтах, это где-то тысячу долларов. Притом, при той интенсивности, при той отдаче, мы считаем, что это недостаточно. Но это не все. Есть больше, есть меньше. Но в среднем где-то так. Это основные профессии. Значит, профессии другие, там, конечно, ниже зарплата. А на государственных шахтах, ну, нам в два раза ниже. Понимаете? Там, конечно, объемов нет. Но разве можно сказать шахтеру, значит, что ты вот получаешь 500, потому что работать не хочешь. Там все хотят. Возможности нет. Нет техники, нет подготовки специальной, ну, лавы и так далее. То есть, это очень серьезная проблема. Мы считаем, что это, ну что, на государственных шахтах более глупые люди работают? Нет, конечно. Просто инвестиции должны быть в эти шахты. И фактически после развала Советского Союза серьезных инвестиций в Украину, в украинскую промышленность государственную не было. Поэтому мы сегодня вот находимся в такой ситуации. Вот у нас 16 шахтах, бывает в сутки, вот на территории Украины 90 тысяч. А 33 государственных 15 тысяч. То есть, объем, понимаете, ну, в 10 раз практически объем на одного трудящего семейства. Поэтому эта проблема, мы считаем, что эта проблема создана искусственно. Что можно ее, значит, решить. Не нужно закупать уголь нигде. Можно просто... Даже из тех, которые имеющиеся на территории Украины... Можно спокойно обеспечить, да. Во-первых, сейчас переводятся блоки станции, работающие на андроцитовых углях, на длиннопламенные угли, на марку ГЭ. И это можно все перевести и увеличить добычу на действующих шахтах. Так что не только нам, мы ее экспортировать можем. Просто... То есть, как минимум, вы можете обеспечить энергию независимость? Абсолютно нет вопроса. А запасы так... Ну, 400 миллиардов. Это вопросов никаких нет. Поэтому мы сегодня занимаемся вместе... К сожалению, у нас серьезная проблема. Это постоянная смена руководства. Где? А, в стране. Министерство в стране. Вот идет процесс. Пришла новая команда. Пока она сводится полгода минимум. Она полгода меняет предыдущую команду. Сверху донизу. Пока всех заменили. Потом начинаем... Осваиваться. Осваиваться. И мы начинаем им рассказывать. А те, которые полгода меняются, там у них чемоданное настроение уже появляется. Не доработает. Понимаете, кадровая проблема, это очень серьезная проблема. Поэтому и приходят к управлению. Ну, понимаете, вы можете прийти на макаронную фабрику. Там как-то освоится за несколько месяцев. Но чтобы освоиться в угольной промышленности, понять, что это такое, это будут. А если вы у руля, вы должны принимать решения обдуманно. Для того, чтобы обдуманно их принимать, надо понимать, что ты делаешь. Поэтому это серьезная проблема кадровая у нас в Украине. Вот у меня такой вопрос. Смотрите, вчера был интересный момент, информацию, что в Европе доля заработной платы от суммы затрат на шахты составляет порядка 20% в Европе. По Украине где-то проходит 5%, 8% и так далее. Точную информацию примерно вот в этом плане какая. Отставание получается от уровней зарплаты, от доли даже затрат на себестоимость, на затраты. Получаются европейские шахтеры Британии, допустим, Германии. Получаются европейские шахтеры Британии.